Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами проэтерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем четвертую главу второго послания апостола Павла Коринфянам. Эта глава представляет собой похвальное слово апостольскому служению. Точно так же, как в первом послании Коринфянам, есть отдельная глава, которая представляет собой гимн любви. В действительности это похвальное слово милосердию, потому что это похвальное слово не человеческим взаимоотношениям и чувствам, а это песни божественной любви. И в частности там есть неотъемлемые элементы этого литературного жанра, есть характеристика этого чувства или этого служения. И главное есть слова о том, почему без него не может существовать мир, и почему оно является вершиной всего, что существует в этом мире. Таков жанр похвального слова. И мы здесь увидим, что апостол Павел в качестве вот этого последнего аргумента, что это самое величайшее и превосходнейшее, что можно себе представить, апостол Павел говорит такие слова, которые Коринфянам наверняка не понравятся. Интрига состоит в том, что в Коринфе побывали какие-то проповедники, которые себя считали суперапостолами и оставили после себя очень много смущения и клеветы в адрес апостола Павла. И с этими недоуменными вопросами Коринфяне обращаются к апостолу Павлу, чтобы он им дал объяснение. И в ответ на эту клевету он пишет в послании это похвальное слово «апостольству». И тогда мы с вами поймем некоторые моменты, которые без этого контекста остаются непонятными. «Бог дал нам по милости своей такое служение, и мы никогда не унываем. Далеки от подстыдных и от того тайных дел, мы не прибегаем к хитрости и не скажем слово Божьего. Видит Бог, мы открыто провозглашаем истину и тем смело являем себя в совести всякого человека». Итак, вы уже можете почувствовать, что действительно здесь есть тень каких-то клеветников, оппонентов апостола Павла. Вот те, которые занимаются постыдными делами и поэтому делают это втайне, из-под тяжка, за спиной. Они прибегают к хитрости, искажают слово Божие. И в отличие от таких лжесвидетелей, он, как служитель Нового Завета, говорит от Бога, перед Богом. Бог видит, что он говорит. И он говорит не от себя, он приносит ту весть, с которой его посылает воскресший Христос. И поэтому он открыто провозглашает истину перед каждым человеком. И то, что он совершает, называется служением. Что такое служение? Это как диаконское служение. Кто такой диакон? Это посредник между жертвоприношением и участниками трапезы. То есть он кладет на блюдо и подает участникам трапезы то, что было принесено в жертву. Таким образом, он лишь только служитель, который подает на стол то, что не он приготовил. Точно так же апостол Павел говорит о себе, я лишь служитель слова. Это не мое слово, мое дело только его вам передать. И то, что я получил, это была чистая милость, чистая благодать. Это не мои заслуги, мне здесь нечем будет хвалиться. Моя задача только передать ту благодать, которую Бог хочет передать вам. И в этом мое служение. Именно поэтому я не унываю. Потому что если бы это было мое служение, если бы обо мне клеветали, то, понятно, это выбило бы меня из коллеги. Но поскольку все зависит не от меня, мое дело только лишь передать, то все остальное должен совершить Святой Дух и от меня не зависит. Поэтому я не унываю. Но в том числе и Божья благодать помогает людям смиренным совершать свое служение вот в такой простоте и истине. Дальше апостол Павел употребляет несколько слов, которые возвращают нас к книге Исход. Есть образ божественной славы, которую Моисей хотел бы увидеть, но увидит со спины. И эта слава запечатлеется на его лице настолько, что он должен будет найти покрывало. И вот поэтому образ какой-то вуали, который будет скрывать сияние, которое человеческий глаз не может вынести. И затем эта слава будет пребывать в скинии. Скиния — это тоже шатер, то есть по-своему покрывало и вуаль. И там Моисей будет разговаривать с Богом лицом к лицу, снимая эту вуаль свою покрывало. Поэтому образ сокрытого и открытого все время нас отсылает к эпизоду из книги Исход. Мы поймем немножко лучше мысль апостола Павла, если появится какой-то зрительный ряд. Вот точно так же, как согрешившие идолопоклонцам иудеи просят Моисея покрыть свое лицо вуалью, чтобы не видеть это сияние, поскольку нестерпимо и глазам, точно так же апостол Павел указывает на иудеев, которые в молитве покрывают свою голову, но в действительности это какое-то покрывало, которое закрывает их ум и сердца, для того, чтобы не видеть сияние божественной славы. И поэтому есть люди, которые остаются покрытыми этой вуалью, как будто пеленой, которая закрывает глаза и сердце, и ум, а есть другие. Христос приходит для того, чтобы сдернуть эту вуаль, снять этот покров, и чтобы этот человек увидел свет. Поэтому есть погибающие, которые пребывают с этой вуалью, и есть те, которые принимают Евангелие. И здесь очень важно понимать, что слово Евангелие означает не просто книгу, поскольку в тот момент, когда апостол Павел пишет это послание, четыре Евангелия еще не были написаны. В его языке слово Евангелие означает действительно благая весть. Благая весть, которую приносит Глашатый, например, о победе, либо Глашатый возвещает о том, что в доме царя родился наследник, и это предмет для всеобщего праздника и ликования. И поэтому здесь происходит и то же самое. Христос одержал победу над смертью, и в доме царя есть наследник, воскресший Христос, и есть законный наследник, и с его интронизации начинается новое царство. Поэтому тот, кто стал подданными этого царства, принимает это как радостную весть, благую весть. «Мы ведь не о себе возвещаем, а о Господе нашем Иисусе Христе. О себе же говорим как о слугах ваших ради Иисуса». То есть апостол Павел говорит, я лишь только дьякон, я ваш раб, ваш слуга, но ради Христа, ради Иисуса. «Ведь тот же Бог, который повелел свету воссиять из тьмы, и наши сердца озарил, дабы просветить нас познанием славы своей, исходящей от лица Иисуса Христа». Вот этот шестой стих является жемчужиной в этом послании, поскольку здесь мы возвращаемся к началу бытия мира. Вначале Бог говорит, да будет свет и становится свет. Фактически апостол Павел здесь пересказывает этот стих книги «Бытия», но здесь есть другой элемент. Что же такое этот свет? Это физический свет, как мы с вами привыкли думать? Нет, это свет воскрешего Христа, свет воскресения, свет вечной нетленной жизни, которая существует еще тогда, когда мир не существует. И теперь самый главный и потрясающий вопрос. Если мы себе представим, поскольку мы современные люди, и современная космология говорит о большом взрыве, и нам как-то легче представлять себе возникновение мира в терминах «большого взрыва», вопрос, в какой точке времени и пространства произошел этот великий взрыв? Это первая вспышка света. И могут быть разные ответы. Но апостол Павел говорит, этот раскат взрыва, эта вспышка света произошла в наших сердцах, в тот момент, когда мы услышали проповедь о воскрешенном Христе. И здесь происходит невероятный парадокс, и почти как короткое замыкание в нашем сознании, потому что в тот момент, когда мы слышим впервые слова о воскресении Христа, и в нашем сердце оно получает отклик и приятие, как будто возникает новая вселенная, новое бытие. Поэтому история сотворения мира – это история о том, как проповедь о воскрешенном Христе будет воспламенять сердца поверивших людей, учеников Христа. И дальше апостол Павел говорит похвальное слово «апостольство». И, казалось бы, он должен сказать, что апостол – это самый великий, были великие пророки Ветхого Завета, но служитель Нового Завета должен быть еще более великим, сильным, славным. Но в действительности то, чем хвалится апостол Павел, совершенно не вызывает никакого восхищения у людей века сего. Он говорит о себе, как о глиняном сосуде. Глиняный сосуд, понятно, что глина – это Адама по-еврейски, поэтому человек – это и есть сын земли, сын глины, наше человеческое тело, наша плоть и есть глина. Но в этот хрупкий глиняный сосуд Господь спрятал невероятно ценное сокровище. И поэтому важен совсем не сосуд сам по себе, точно так же, как не важен конверт, в котором содержится очень важное послание. И здесь апостол Павел говорит, «Вы не смотрите на мои немощи, на мое несовершенство. Вы смотрите на то сокровище, которое я вам принес». И точно так же в ваших сердцах заключено величайшее сокровище, на него смотрите. Сокровище – это мы носим в хрупких глиняных сосудах, чтобы ясно было, что все превосходящая сила – «это не нам принадлежит, но Богу». Там, где и так хватает человеческой силы, денег, власти, могущества, то там Бог не нужен. Но как раз именно где момент смерти, нищеты, греха и оставленности, там божественная сила являет себя с максимальной убедительностью славы. То есть то, что апостол Павел в другом месте скажет, что там, где я немощен, там я всесилен, потому что через меня действует сила Божия. «Нас всячески теснят, но мы не задавлены. Мы бываем растеряны, но не впадаем в отчаяние. Нас гонят, но мы не одни. С ног нас сбивают, но мы еще не убиты. Мы всегда носим в теле нашем ту смерть, которую умил Иисус, дабы и жизнь его была явлена в нас». В действительности апостол Павел здесь хвалится немощами. Например, теснение, преследование, гонение, которые возбегаются на служителя Нового Завета, являются непосильным временем, но оно тебя не может раздавить, потому что в тебе действует сила Христа. Если ты умираешь вместе со Христом, то ты становишься и сопричастником Его воскресения. «И пока живем, непрестанно предаемся смерти ради Иисуса, чтобы и жизнь Его явила себя в нашей смертной плоти. Так что смерть действует в нас, а жизнь — в вас». Условно говоря, коринфины смущены тем, что люди, которые с ними пообщались, им говорят, «Вы говорите, что у вас есть некое Евангелие и некое царство, но тот, кто его вам принес, вы знаете кто? Он работает как раб, он занимается рабским трудом, шьет палатки, с виду он невзрачный, все, что с ним случается, это тысячи несчастей, и это человек, которым нечем хвалиться. Вы не могли бы найти себе какого-то другого апостола и учителя, которому вы могли бы гордиться?» И вот именно с этим смущением коринфины обращаются к Павлу, и он переворачивает их аргументацию совершенно в другую сторону. И он говорит, «Да, действительно, все, что наполняет мою жизнь, это некий закон смерти. Я все время в несчастьях и в беде. Я живу как будто внутри смерти. Но почему? Это для того, чтобы в вас была жизнь Христа». Таким образом, наоборот, вся внешняя невзрачность и немощность апостола является надежным свидетельством того, что он носитель жизни, которая расцветет в вас, в моих учениках. «В нас тот же дух веры, как и написано. Я уверовал, потому что говорил. И мы веруем, потому и говорим. Ибо знаем, что тот, кто воскресил Господа Иисуса Христа, воскресит со Христом и нас. Мы все будем вместе стоять пред Ним. И все это мы делаем ради вас, с тем, чтобы изобилующая благодать Божия изливалась на все большее число людей, могла умножить благодарность во славу Божию». Здесь апостол Павел цитирует Псалом. «Я уверовал, потому и говорю. Я верю, поэтому глаголю проповедую». И в чем состоит эта вера? Вера — это не просто какое-то абстрактное суждение, которое ты почему-то начинаешь разделять, присоединяешься к этому суждению. Вера — это живая связь с воскресшим Христом. Фактически, уверовать — это значит воскреснуть вместе со Христом. И поэтому я и говорю. Я говорю не от себя. Я не просто проповедую какое-то учение или мудрость века сего. Но все, что я говорю, есть проводник какой-то другой жизни. Киркегард однажды сказал, что христианство есть коммуникация жизни. Христианство — это не просто какое-то абстрактное учение, философия, мудрость, но именно заряд жизни, который передается от сердца к сердцу. И тогда все, что говорит апостол Павел, обретает свое значение. И образ этой изобилующей благодати, которая изливается вовне, наполняет все собой и покрывает и охватывает все большее число людей. Для того, чтобы благодарность, вот этот круговорот благодати, о котором мы с вами говорили, здесь с третьей главой, он никогда не прекращался, но только умножался. Вот почему мы не унываем. Даже если и ветшаем мы внешне, то внутренне Бог день ото дня обновляет нас. И страдания наши ничтожны и временные, они несоразмерны с тем вечным обилием славы, которую они нам принесут. Тем из нас, кто смотрит не на видимое, а на невидимое, ибо видимое приходящее, невидимое же вечно. Здесь апостол Павел употребляет термин, который он заимствует у стоиков или у неоплатоников, внутренний человек, то, что внутреннее в нас. И языческая мудрость привыкла разделять человека на тело, душу, дух. И мы тоже иногда думаем, что внутренний человек — это наша психическая деятельность или наша субъективная деятельность в таком психологическом срезе. В языке апостола Павла внутренний человек — это означает семена воскресения. Это некий эскатологический человек, некое семя, посеянное в нас, которое однажды принесет плод в конце времен. Поэтому внутренний человек — это тот, кем мы станем, когда совершится всеобщее воскресение. И поэтому это нечто невидимое. И он зовет учеников тоже смотреть не только на то, что видимо внешнему взору, но то, что внешнему взору невидимо, что скрыто присутствует в нас, потому что то, что невидимо в нас, оно несоизмеримо совсем тем, что мы можем увидеть извне. И завершится это похвальное слово апостольству в следующей главе. На портале экзекиатру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова